на спицу три с половиной самым обычным способом для рукавчика я напоминаю мы начинаем вязать рукава для нашего комбинезон чека я набрала 33 петельки то есть 32 петли плюс 1 дополнительная для соединения в круг теперь условно делю их на три части осмотрю обязательно чтобы косичка нигде не переворачивалась и будем соединять круг петельку также с левой спицы переснимаем на правую и накидываем на нее петельку потом возвращаем назад все у нас осталось с вами 3 4 петельки я напоминаю мы вяжем резиночку один на один так же как и на штанишках первый ряд мы провязываем с вами полностью за переднюю стеночку а второй и последующие ряды мы будем вязать лицевая за переднюю а изнаночная за заднюю так как принято вязать при круговом вязание вязать мы будем резинку также на высоту 5 примерно 5 сантиметров это 32 а извините это 16 рядов после того как я провязала резинку на 16 рядов я снова сменила спицы на номер 4 теперь я начну вязать просто лицевую гладь при этом в первом ряду я сделаю при бабочку посмотрите каким способом я это буду делать первую петлю так маркировочек я повешу потерять дальнейшем первый ряд так первую петельку я провязываю лицевой и 2 петли я получу две петельки при бабочки мы уже такие делали смотрите у изнаночной петли подцепая дужку провязываю лицевую затем провязываю лицевой изнаночную дальше снова лицевая изнаночная я вижу лицевой но за заднюю стеночку то есть где была лицевая вижу также за переднюю где было изнаночная вижу за задние довязываем ряд до конца оставив непровязанными 2 петельки вот до конца ряда осталось две петли и я делаю прибавку в предпоследнюю петельку сначала поднимаю тушку у ниже лежащего петельки этого ряда провязываю ее затем провязываю петельку со спицы также при сделали прибавку и заканчиваю изнаночной петлей после прибавок у нас 34 петли и в дальнейшем мы ляжем лицевой гладь то есть лицевые полностью за переднюю стеночку следующая прибавка у нас с вами будет в девятом ряду то есть прибавочки будем делать через каждые восемь рядов у меня начинается 9 ряд теперь при бабочки я также продолжаю делать но делать я теперь их буду в первую и в последнюю петельку сейчас покажу каким образом смотрите первую петлю сначала петельку я провязываю со спицы затем подсыпаю только дужку с ниже лежащей петли и также провязываю ее за заднюю стеночку первую прибавку мы сделали теперь мы довязываем до конца ряда оставив непровязанной последнюю петлю последнюю петельку мы делали прибавку теперь сначала поднимаем тушку вяжем ее и только затем провязываем петельку со спицы этим только отличается что первую петлю мы сначала вяжем потом делаем прибавку а в конце сначала делаем при бабочку потом провязываем петельку самой спицы следующей прибавка у нас получается с в семнадцатом ряду затем в 25 всего мы будем вязать 36 рядов и общее количество петелек мы должны прибавлять до тех пор пока у нас их не будет 40 петелек на спицах и в конце 36 ряда мы обрежем ниточку затем можно одеть их просто на чулочные спицы также как мы одевали ножку от которой помните мы заканчивали сначала одну ножку одевали на чулочные спицы потому что нам нужно связать потом еще один рукавчик после того как мы закончим оба рукава мы приступим к соединению всех деталей единое полотно у меня готовы два рукавчика вот посмотрите последний прибавочка у меня было получается в двадцать пятом ряду и сейчас я покажу еще такой небольшой один штрих для этого нам понадобится вами 4 ниточки мы с вами сейчас будем снимать петли а еще хотел сказать ниточку отрезайте примерно сантиметров 20 оставляйте чтобы мы потом вы смогли шить это все петля в петлю швом вот сейчас я покажу как снимать мы будем по одной петле с конца то есть она ряд мне получается недовязанным на одну петлю и сначала все две петельки сняты теперь у нас остается на спицах по 19 петелек также я поступаю и со вторым рукавчиком то есть смотрите от меня не довязан вот этот последний тридцать шестой ряд на одну петлю сняли и и сняли первую петлю с которой начинается у нас вязание и также завязываем все теперь оставшиеся две ниточки нам понадобятся для самого комбинезончик а смотрите как вы помните у нас перед заканчивается изнаночной а спинка начинается с лицевой поэтому здесь мы с вами ничего не потеряем будет достаточно легко это все найти сейчас у нас получается начинается шестьдесят девятый ряд но я начинаю закрывать проймы поэтому я буду считать это первым рядом от пройм так мне легче ориентироваться и легче считать так довязываем сейчас вот до этой последней изнаночной петли вот посмотрите как это все выглядит вот мы теперь снимаем на ниточку изнаночную и первую петельку со спинки также если вы не хотите сшивать эти петельки можно и закрыть ой точнее сшивать петля в петлю вы можете теперь спокойно закрыть и потом просто соединить это с помощью иголочки вот смотрите что у нас получилось и теперь мы присоединяем один из рукавов для этого его легче всего так вот поделить пополам на круговых спицах либо как я снять на чулочные в первом вот этом ряду от проймы мы у бабочки делать еще не начинаем а просто пока соединяем детали между собой для этого мы затягиваем чуть потуже первые три петли вы прямо потуже провязываем их чтобы потом поменьше было вытянутых петелек и потом уже спокойно ввязываем то есть сейчас вот смотрите я вам покажу чтобы было удобнее как это все делать вот мы довязываем рукав до середины здесь также леску вытягиваем у самого комбинезон чек а и вторую половину также провязываем вяжем до конца все 38 петель то есть сейчас в конце спинки последнюю вот эту вот лицевую петлю мы будем также вяжем до конца и теперь переходим на спинку спинку также сначала мы потуже провязываем первые три петли и потом также продолжаем вязать и смотрите на спинке у нас теперь останется с вами 48 петелек то есть сейчас в конце спинки последний вот эту вот лицевую петлю мы будем также снимать на ниточку то есть последнюю петлю спинку спинки и первую петлю с полочки пока довязываем до того момента мы провязали спинку 48 петелек и теперь смотрите снимаем последнюю лицевую и первую изнаночную с полочки также на ниточке все и теперь мы ввязываем второй рукавчик напоминаю у нас он на 38 петелек затягиваем также потуже петельки первые три и вяжем рукав до конца и потом встречаемся в начале левой полочки и вот мы уже подходим к завершающему этапу первого ряда нашего смотрите у нас полочка начинается с 2 изнаночных которые мы покрепче также затягиваем и провязываем лицевые из косички так мы завершаем наш первый ряд от проймы все по рисунку ничего здесь мы убавлять не будем затем провязываем изнаночный ряд вот так же когда подходит подходить к рукавчиком вот так вот вытягиваете леску так намного легче будет и рукав провязывать вот и потом встречаемся с вами уже в третьем ряду от проймы мы начнем закрывать регланные делать регланные убавочки меня начинается третий ряд от проймы сейчас мы начинаем делать убавочки и я объясню как они будут выглядеть смотрите убавлять со стороны полочки я буду с помощью изнаночных петелек провязывая провязывая с помощью вот этой первой петли точнее последних в конце полочки я буду убавлять только изнаночными петельками то есть значит провязать по 2 вместе сначала эти две изнаночные потом вот так вот все изнаночными петельками далее у меня будут регланная линия состоящая из двух петелек рукава и дальше пойдут убавочки рукава но до этого мы дойдем и смотрите что самое главное здесь еще будет происходить мы будем убавлять петли у косичек вот смотрите как вы помните вначале вязание мы делали прибавочки то есть из каждых двух петелек мы вывязывали 4 то есть у нас 8 получается лишних петелек и чем ближе к косичке я буду подходить в этих убавочках значит в этот момент я их буду убавлять это вы в дальнейшем поймете то есть смотрите вот сейчас я буду провязывать две петли вместе и следующая убавка то есть в пятом ряду уже будет из петли вот косички и мне до этого нужно уже две вот эти петельки убрать вот по рисунку у меня здесь идет значит скрещивание перекрещивание петелька должно быть в последней косички я этого делать не буду ну давайте наверное начнем вы сейчас в процессе все это поймете давайте сейчас вот провяжем все по рисунку сделаем скрещивание у трех косичек если у вас есть если нет то просто довязывайте до вот этой последней косички вот я нашла до косички перекрещивание я не хочу делать потому что там меньше мне кажется это будет не очень симпатично смотреться посмотрите я переворачиваю петельки так чтобы их можно было связать вместе за передние стеночки и провязываю раз и два все вот мы видите с 4 петелек получили уже две петли и следующие две петли это уже будет регланной нашу бабочка мы провязываем вместе изнаночной петли чуть-чуть под затягиваем петельки далее у меня идет регланная у бабочка она будет состоять из двух петель как я говорила и знаете лучше давайте вот я еще приготовлю марки ручки вот они у меня две пары я и буду вешать между регланными петельками то есть 1 петля марки ручек это чтобы не забывать о них и 2 петли и вот после вот этих двух петелек я делаю бабочку смотрите на реглане у нас петли вот так вот ну это может быть по-разному конечно но я люблю когда вот так домиком сходится здесь у меня идет изнаночные убавки это не так заметно в какую сторону делать и вязать петли а здесь вот лицевые мне нужно провязать с наклоном направо поэтому я также их вот так переворачиваю чтобы можно было провязать с наклоном направо все теперь я довязываю рукавчик до конца оставляя не провязанным 4 петли две из них пойдут на регланные линии а две из них пойдут на регланную убавочку вот посмотрите видите здесь еще заметно где у нас рукавчик вот заканчивается и вот они будут две петли регланной у бабочки вот они у бабочки и вот линии из двух петель состоит здесь как я говорила у нас будет домиком сходящимся поэтому в конце детали любой спинки рукавов у нас будет две петельки провязываться за заднюю стеночку чуть-чуть под затягиваете ниточку чуть-чуть прям то есть наклоном налево дальше вяжу регланная линия первая петля сразу повешу маркиручек и вторая петля все начинается у меня спинка в начале любой детали рукава либо спинки у нас петельки вяжутся с наклоном направо то есть за переднюю стенку я перед этим их переворачиваю и провязываю теперь довязываю спинку до конца также оставляю в спинке не провязанными последние две петли вот они остались две последних петельки от спинки напоминаю в спинке у нас изначально было 48 петелек после того как мы сняли петли на пройму я их вяжу с наклоном налево то есть за задние стеночки в конце детали мы провязываем далее идет одна начало рукавчика и первая петля регланная между вторую петлю я вешаю маркировочек чтобы не забывать что здесь регланные у бабочки вокруг них будут делаться как я говорила в начале детали мы вяжем у бабочку за передние стеночки и теперь довязываем рукав до конца оставив не провязанными 4 петельки вот у нас до изнаночных петелек осталось 4 петли в конце детали мы вяжем с наклоном на лево за задние стеночки потом у нас идет 1 регланная петля и вторая регланная петля далее у нас идет у бабочка из изнаночных петелек то есть 2 изнаночных мы провязываем просто вместе изнаночной петлей и косичка которая возле пройма у нас будет сейчас то уже убавляться петельки то есть мы уберем две лишних петли которые мы прибавляли в начале вязания мы провязываем раз потушь и засягивайте ниточку при тем более когда идут постоянные у бабочки то есть даже не через одну петлю вот надо потушку провязывать и довязываем наш третий ряд до конца как вы поняли у нас ушло 8 петелек на рукавчиках у нас должно остаться по 36 петелек это вместе с регланными линиями на спинке у нас осталось уже 46 петелек на полочке я пока считать не буду так как у нас с вами как вы помните здесь лишние петельки есть которые находятся в косичках четвертый ряд мы вяжем по изнаночной стороне просто провязывая по рисунку и встречаемся с вами в пятом ряду я покажу как еще раз сделать убавочки пятый ряд в пятом ряду никаких убавочек мы делать не будем убавочки в косичках следующих мы уже будем делать по мере приближения к ним поэтому сейчас мы довязываем до конца полочки оставив непровязанными вот эту изнаночную и вот эту лицевую петлю то есть последнюю петельку от косички вот мы дошли до 1 регланные бабочки на полочке то есть это в конце получается правой полочки лицевую я переворачиваю так чтобы ее можно было провязать за переднюю стеночку и вяжу вместе их со следующей изнаночной изнаночной петлей чуть-чуть все бабочки потуже затягивать потом первая регланная петля вторая регланная петля и в начале каждой детали мы вяжем петельки с наклоном направо то есть за передней стенке перед этим мы переворачиваем петельки довязываем до конца рукавчика до регланной у бабочки мы не довязываем с вами до регланной линии не довязываем две петли и вяжем их в конце детали за задние стеночки то есть наклоном налево далее идет регланной линии из двух петелек раз и вторая петля два и вот у нас начинается спинка в начале детали как я уже говорил мы вяжем петли с наклоном направо то есть за передние стеночки покалочка довязываем до конца спинке до конца спинки нет и не довязывая последние две петли вот мы подошли при главной линии и в конце спинки также вяжем 2 петли с наклоном налево далее первая регланная петля из линии и вторая регланная петля далее идет у бабочка за передней стенки у рукавчика вот видите рукавчик сейчас начнется после провязывания спинки и также не довязываем рукав на 4 последних петли делаем у бабочку и провязываем регланную линию и встречаемся с вами уже на левой полочке вот видите как решил я все показать видите все равно же у бабочка прорисовывается где делать следующее и вот мы убавляем за задние стеночки провязываем регланную линию состоящую из двух петелек и вот начинается у нас полочка в полочке мы вяжем все детали изнаночной все петли в регланной бабочки на полочках изнаночными петлями перед этим переворачивая их так чтобы их можно было провязать за переднюю стеночку все затем идет последний петля из косички и довязываем с вами уже все до конца и вот в этом ряду у меня совпадает я буду делать отверстие под пуговку это получается какая у нас пятый ряд утрой мы затем вяжем 6 и встретимся еще раз в седьмом ряду седьмой ряд мы вяжем просто по рисунку в ней в нем точнее тяните мы убавляем с помощью вот этой изнаночной петли изнаночной петлю следующую петлю из косички и она у нас уйдет полностью те же самые у бабочки что мы и делали в третьем и пятых рядах мы продолжаем делать в спинке в рукавах и в конце значит на левой полочке с помощью вот этой изнаночной петли мы с провяжем изнаночной вместе вот с этой петлей последний из косички которая располагается ближе к пройме затем 10 ряд вижу вяжем по рисунку в одиннадцатом ряду вы извините в девятом ряду мы будем убавлять уже вот эту изнаночную то есть провязывая вот эти две петли вместе и вот в этот момент ну чтобы более плавно и сделать у бабочки можно провязать уже косичку вместе или например когда вы будете в одиннадцатом ряду вторую изнаночную провязывать вместе вы можете в этот момент убавить две петли это уже все зависит от вашего вкуса как вам понравится больше я скорее всего знаете у меня будет будет больше зависеть от того будут перекрещивания или нет то есть я буду убавлять петли именно в тот момент когда мне надо будет делать скрещивание чтобы его не делать я убавлю петли может быть видел я постараюсь это момент зацепить показать вам как и обещала я вам сейчас покажу когда я начинаю делать у бабочки в косичках вот смотрите вот у меня сейчас должна быть у бабочка вот этих двух изнаночных петелек а в косичках как раз у меня идет скрещивание перекрещивание и именно в этот момент я начинаю убавлять и косичку она достаточно получается такая вытянутая красивая бабочки идут подряд поэтому петельки мы хорошенечко под затягиваем и вот наша регланная бабочка состоящий из изнаночных петелек и это у меня получается идет 11 ряд от проймы но дальше как вы уже поняли продолжаются наши у бабочки вот при косички я наверное знаете как сделаю я подпишу внизу под видел в каких рядах я их буду делать это будут написано ряды от начала проймы вот пока продолжаем с вами вязать обязать мы будем так вот я вам сейчас не скажу какой ряд это от пройма но от начала соединения детали это будет сейчас скажу 94 4 ряда мы с вами провяжем девяносто первом ряду мы сделаем последнее отверстие под пуговку а затем мы сделаем небольшие большое количество поворотных рядов для того чтобы опустить нашу горловину и спинку чуть повыше поднять это мы встречаемся с вами получается в девяносто пятом ряду у меня провязано 24 рядочка от начала проймы смотрите я сделала последнее отверстие под пуговку в двадцать третьем ряду получается теперь мы с помощью поворотных рядов будем вязать снова удлинение спинки и будет образовываться вырез под горловину основные поворотные ряды у нас теперь точнее поворотные точки будут располагаться на рукавах смотрите я оставила марки ручки начну с крайних маркер маркеров смотрите вот у нас идет рекламные линии я уже думаю ее четко видно я ее марки ручки ставлю на вторую регланную петлю то есть вот первая петля регланная и на вторую ставлю здесь тоже самое первая регланная петля на вторую ставлю на втором рукаве мы не забываем что все идет зеркальном отражении то есть мы начинаем отсчитывать с конца и то же самое первую регланную линию проходим на вторую ставим первую регланную линию прошли на вторую ставим желтый марки ручка находится на шестой петле от начала вот убавок то есть мы считаем первую убавленную петлю 1 2 3 4 5 6 здесь тоже самое но в обратном направлении вот она у бабочка 1 2 3 4 5 6 и поворотные ряды мы вяжем точно так же как мы вязали и в прошлый раз то есть проходим правую полочку правый рукав провязываем спинку и доходим до первого голубого марки ручка потом разворачиваемся доходим до второго снова разворачиваемся до желтого и вот таким вот образом будем вывязывать поворотные ряды сейчас мы начинаем вязать все полностью по рисунку и делать убавки не забываем когда мы будем здесь связать не доходим как я уже говорила вот до этого марки ручка то есть проходим полностью полочку рукав и спинку вот мы дошли до первых поворотной петельки она же регланная линия забыл сделать убавочку после нее по спинке вяжем нее и переворачиваем вязание и как уже мы и делали снимаем петельку на правую спицу заводим нить назад натягиваем ниточку и вяжем в обратном направлении также до голубого марки ручка который находится возле спинки на рекламной линии довязали до него смотрите теперь снова снимаем на правую спицу при лицевых петельках заводим нить вперед также натягиваем ниточку и не забывайте возле этой поворотной точки у нас находится у бабочка поэтому делаем убавку на спинке сейчас вот видите вот она регланная линия просто вот эта петелька она вплотную подходит к бабочкам на спинке вяжем в обратном направлении теперь нам нужно дойти до 2 маркера по счету он у меня отмечен желтым цветом когда мы подойдем вот к этой перевернутой петельки не забывайте также делать у бабочки вот она поворотная петля перед ним и сделали убавку эти такие две тушки мы ее провязываем как я говорила за две тушки вот так вот подсыпаем вяжем лицевой за переднюю стеночку мы перешли на рукавчик на рукаве не забываем также делать у бабочки вот она первая убавка за передней стенки провязываем и довязываем до желтого марки ручка переворачиваем вязание и снова заводим нить назад при изнаночных петельках вяжем в обратном направлении и встречаемся с вами у первой поворотной петли я напомню как провязывать и и вот так выглядит поворотная петля видите также вот две дужки вот так они выглядят мы вяжем изнаночной за заднюю стеночку и теперь довязываем также до желтого марки ручка петелька провязала вот видите и повторяем то же самое снимаем желтый маркер заводим нить вперед вяжем в обратном направлении делая все рекламные у бабочки не забываем и конце рукава не на спинке все как полагается мы делаем и теперь мы уже доходим с вами до зеленого маркера перед зеленым марки ручкам не забываем также сделать у бабочку при этом когда мы здесь будем проходить убавка будет и в конце спинки начали рукава все это делаем и встречаемся вот на этом моменте вот я дошла до последней поворотной петли сделала у бабочку вот он находится на левой стороне нашел комбезика также провязываем его переворачиваем и вяжем в обратном направлении на 2 зеленого маркера на получается правой стороне не забывайте что нам здесь встретиться по пути вот это вот желтый марки ручек нашу перевернутая петелька которая мы вяжем напоминаю изнаночную за заднюю стеночку затем когда мы до вяжем до зеленого маркера снова переворачиваем вязание мы с вами встретимся вот наша последняя поворотная . на правом рукаве больше поворотных рядов уже не будет заводить перевод и вяжем в обратном направлении самое главное что сама забыла здесь у нас у бабочки идут завели не вперед чуть-чуть не тянули нитку и не забываем что это регланная линия находится возле у бабочек вот на рукаве мы делаем все последние бабочки я ориентируюсь видите уже по самому рисунку так же делаем убавки и на спинке так проходим до суда делаем убавку на спинке делаем у бабочки на рукаве потом вяжем уже перевернутую из получается зеленый маркирок перевернутую петельку провязав ее лицевой за переднюю стеночку и наконец у нас с вами закончится получается по счету двадцать пятый ряд затем мы переворачиваем вязание и вяжем двадцать шестой до конца это я не считаю поворотные ряды в двадцать шестом как раз вот мы провяжем с вами вот эту последнюю перевернутую петельку и затем мы встречаемся уже с вами по спинке у меня получается вверх провязано будет 32 ряда и здесь по полочкам двадцать шесть рядов и мы с вами сменим спицы на три с половиной и будем вязать уже резиночку для как обработки как половина чтобы красиво у нас все все петельки лежали после того как мы провязали все поворотные ряды вот так вот у нас все выглядит с вами видите спинка поднялась теперь я начинаю вязать резинку первый ряд и в ней я начну делать дополнительные убавления также в реглане также кромочную снимаю и смотрите вижу обычно теперь лицевой лицевая изнаночная лицевая изнаночная дошла до первой косички сейчас у меня должна идти лицевая петля косичку я буду убавлять первые две петли я провязываю лицевой следующие две петли я провязываю изнаночной и снова смотрите у меня здесь идет регланная бабочка она мне вязалась изнаночными петельками я провяжу их лицевой изнаночная то есть регланные бабочки я еще раз сделано так как я считаю что у меня горловина еще широковато получилось снова лицевая и следующую регланную бабочку которая вначале рукава идет я свяжу изнаночной лицевая изнаночная лицевая и изнаночная вместе то есть видите где не совпадать регланной убавкой я просто подстраиваюсь под резиночку изнаночная здесь у меня совпадает бабочка с лицевой я думаю принцип понятен и встречаемся с вами уже вот здесь на левой полочке в самой косички вот я дошла до получается левой полочке вот она мне лицевая и изнаночная так лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и у меня идет у палочка изнаночная изнаночная петля совпадает с регланной убавкой и теперь снова идет у бабочка косички также убавляем по рисунку провязать сначала две петли вместе лицевой затем две петли вместе мы вяжем изнаночной и и довязываем этот первый ряд все также по рисунку вот и все резиночка у нас формирована я надеюсь не забыла сказать что спится у нас идут три с половиной и теперь просто продолжаем вязать резинку на нужную нам высоту сама сама резинку меня будет достаточно невысокой то есть видите только в 4 рядочка и в пятом ряду я начинаю ее закрывать закрывать я буду самым обычным способом а забыл совсем сказать на резинке у меня получилось вот на это 66 петельку общее количество это не со всеми оболочками и теперь вяжем по рисунку и набрасываем на них предыдущие петельки то есть где лицевая мы вяжем лицевую где была изнаночная провязываем изнаночной после того как мы закрыли петельки у нашей резиночки мы переходим на сшивание рукавчика один рукавчик я уже под зашила и теперь перехожу ко второму смотрите ниточки мы распускаем которые одевали и одеваем все на спицы эти две петельки если у вас круговые спицы острее спиц должно смотреть сторону ниточки ниточка у нас осталось на рукавчике мы переворачиваем изделие так чтобы ниточка была перед нами и сначала входим петельку на ближней спицы снизу вверх теперь смотрите вот здесь вот есть петельки прежде чем войти вот в эту петлю сначала вхожу в петельку на самом кабинезончике и затем только вот так вот снизу вверх и сверху вниз и теперь на этой петельке сначала вхожу сверху вниз снизу наверх возвращаюсь к этой петельки снова сверху вниз снизу наверх можно в принципе петельки спицы вынуть так как у меня петельки уже один раз закреплены и теперь снова вхожу сверху вниз и вот в эту петлю на самом кардигане и снова нахожу петельку в которой входил уже сначала сверху вниз и внизу наверх петельки подтягиваем и вот эти лишние зазоры так вот просто подтягиваем петельки здесь то же самое потом ниточку вводим вовнутрь все лишние зазоры мы просто ниточку протягиваем вдоль ряда и все ниточку закрепляем все ниточки прячем и на этом наша работа с комбинезончиком будет закончена останется только убрать все ненужные ниточки постирать его он высохнет и пришить к нему пуговки а я прощаюсь с вами всем до новых встреч пока пока